На сегодня Киев запланировал провести ракетные стрельбы в российском воздушном пространстве в районе Крыма. Росавиация потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений об активировании опасных зон в воздушном пространстве. А Министерство обороны России выразило протест Киеву. В украинской столице работает наш корреспондент Екатерина Миронова, она на прямой связи со студией. Катя, здравствуй. Как свои действия комментируют украинские власти? Здравствуйте, Андрей. Но главная интрига, осмелится ли все-таки Киев провести свои военные учения в воздушном пространстве российского Крыма? Те эксперты, с которыми нам удалось поговорить, утверждают, что Украина уже не отступит. О твердом намерении свидетельствуют и многочисленные заявления украинских военных чиновников. Вот одно из них. 1-2 декабря состоятся учения, в рамках которых будут проведены испытания управляемых зенитных ракет средней дальности. К проведению мероприятий будут привлекаться экипажи боевой авиации, транспортной авиации, подразделения зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск и связи, а также беспилотная авиация. Одним из элементов учений будут воздушные стрельбы. Как заявляются, эти украинские учения пройдут в Херсонской области, а также в воздушном пространстве акватории Черного моря, в непосредственной близости от Крымского полуострова, а именно к западу над территориальными водами, которые после референдума 2014 года стали российскими. Но Киев признает Крым своим и заявляет о том, что он свободен в проведении любых испытаний и любых учений. Наблюдатели утверждают, что такой шаг Украины – это не что иное, как провокация, главная цель которой – это поставить Россию перед непростым выбором. Основной адресат этого действия находится за океаном. Это команда нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который, по мнению некоторых представителей мирового сообщества, слишком лояльно относится к России. Вот что говорят эксперты. Давайте послушаем одно из мнений. Если Россия прореагирует на это каким-то образом, то есть применением силы, Россия будет показана как агрессор. И таким образом будет закручиваться новый виток санкционный, таким образом будет оказываться давление на новую администрацию Трампа в той части, как с Россией договориться, посмотрите, какая она агрессивная. Если Россия не прореагирует, будет раскручиваться виток слабости. Что Россия слаба, на самом деле она ничего не может, по большому счету, и российская власть очень слабая. Что касается на Украине, то сейчас в Киеве нагнетается то, что, мол, Москва непременно ответит силой на шаг Украины. Даже Министерство иностранных дел разослало соответствующую ноту, в частности, в Москву и представителям мирового сообщества. Но посмотрим, как все будет. По нашей информации, примерно в 12 часов 30 минут по московскому времени Украина намерена начать свои учения. Андрей. Катя, спасибо. На прямой связи с Киевом была наш корреспондент Екатерина Миронова.